Олег Иванцов 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 властей различные материальные помощи, также от Белорусского инвестиционного фонда. И важно создать, я даже не побоюсь этого слова, государственный орган, который будет следить за развитием именно молодежной и политики, и инновационного развития, всячески поддерживать и сохранять эти идеи как капитал нашего государства. Также во Всебелорусском народном собрании будет участвовать депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Виталий Уткин. На днях он побывал в Гомельском колледже художественных промыслов, где поделился с учащимися своими мыслями по поводу ситуации в Беларуси и путях развития государства. Запретных тем не было. При этом депутат лишь озвучивал факты. Выводы делали сами ребята. Рассуждали о том, за что на самом деле борются участники протестных акций, как создается фейковая информация. Поговорили об отмене запланированного в Беларуси чемпионата мира и потерях, которые несет при этом белорусский бизнес. Виталий Уткин, у которого во время Великой Отечественной войны погибли оба дедушки, призывает помнить, несмотря ни на какие вызовы и провокации, мы наследники поколения победителей. Всегда должны помнить, что в нашей молодежи и в нас течет кровь победителей Второй мировой войны. Поэтому эти основы фундаментальные. Должна усвоить молодежь, на чем их жизнь строится, какой фундамент старшее поколение сюда вложили и что нужно ценить и разбираться во внешней политике. Почти четверть всех делегатов – представители профсоюзных организаций. Их основные идеи для озвучивания на общенациональном форуме – усовершенствование системы социального партнерства, достойные зарплаты и возможность переобучения работников. О предложениях, которые готовятся для Всебелорусского народного собрания, подробнее нашим корреспондентам рассказала председатель Гомельского районного объединения профсоюзов Лариса Леглик. Педагог по профессии, ранее наработала в Урицкой средней школе, была заместителем директора, курировала профсоюзную первичку. Потом стала руководителем районного профсоюза работников образования и науки. Через 10 лет возглавила районный профсоюз. Всебелорусскому народному собранию она хорошо подготовилась, хотя едет туда впервые. Три месяца Лариса Леглик активно участвовала в диалоговых площадках с нанимателями и собирала предложения для новой редакции Конституции. Хочу заверить тех людей, которые дали мне эту квоту доверия. Я как раз-то продолжу на своем рабочем месте работу в направлении справедливого разрешения вопросов как в коллективах, так и тех проблемных вопросов, которые касаются непосредственно одного человека. Среди делегатов Всебелорусского народного собрания от Мозырского района Сергей Тетерин, директор профессионального лице геологии. Это единственное учреждение, где готовят специалистов для легкой промышленности и геологов, которые занимаются добычей полезных ископаемых. По словам директора, все выпускники обязательно будут обеспечены рабочими местами. Количество заявок вдвое превышает возможности лицея. Кстати, Сергей Тетерин уверен, что качество подготовки специалистов можно улучшить и знает, как это сделать. Об этом он будет говорить на Всебелорусском народном собрании. На Всебелорусском собрании, вот я считаю, было бы целесообразно поднять вопрос, чтобы предприятия, которые обладают новейшей базой, была возможность беспрепятственно учебным заведениям проходить на этих предприятиях производственное обучение и практику производственную. Иногда, конечно, бывают такие вопросы, что, к сожалению, база лицея по многим направлениям, по многим специальностям, она не может именно вот эти новейшие ноу-хау предоставить учащимся, которые есть в предприятиях. Интервью со следующим делегатом наши корреспонденты записали в Минске. Председатель регионального объединения Белорусского союза женщин и депутат областного совета Елена Кличковская приняла участие в акции «Рождественские чудеса», которая прошла под эгидой БСЖ в столичном храме всех святых. Она дала старт мероприятиям, посвященным Году народного единства. Ее главным участником был мозырский ансамбль «Полесская зорышка». Ребята презентовали спектакль «Семья – это жизнь моя», в котором представили истории, отражающие разные семейные проблемы и поиск их решения. После мероприятия союз женщин вместе с друзьями и партнерами обсудил полезные идеи, которые помогут белорусским семьям преодолеть существующие сложности. Одна из инициатив «Родительский университет» – курсы для укрепления семейных отношений. Также обсудили важные задачи, которые нужно решать в этом году. И, конечно, Елена Кличковская рассказала о вопросах и предложениях, которые готовят для участия во Всебелорусском народном собрании. «Поддержка молодежи в сельских населенных пунктах, ну и продолжение акции, закрепить на государственном уровне работу именно с медучреждениями. У нас очень развито волонтерство, но законодательно оно нигде не утверждено, и поэтому мы считаем, Белорусский союз женщин, что именно такая инициатива тоже будет возможна для обсуждения на вот этом большом форуме, на котором я буду участвовать». Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в столице. В него соберутся делегаты из всех регионов страны. Всего 2700 человек. 310 делегатов представит Гомельская область. Марина Севриянова, Новости недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова